И вообще еще, я взяла свои любимые Ротфронт конфетки, а пробила их, блин, как суп какой-то овощной. Естественно, я не пошла обратно пробивать, стоять эту очередь. Думаю же, мало конфеток этих осталось, а я их так люблю. Может еще в каком магазине будет. Кстати, взяла бы Шане картошку, она такая отвратительная, все черное внутри. Надо еще картошку взять. Что-то так смешно. Ну что, мои хорошие, время влога для вас. И я так рада, потому что я в последнее время полюбила влоги, представляете? Они правда такие получаются, какие-то насыщенные, картинки меняются, что-то новое. В общем, у нас сегодня тоже насыщенный день. Мама приехала, я 4 дня до этого из дома не выходила. Ну, хотя вчера выбежала быстренько, с малым даже, ну, свежим воздухом подышали, но это не то. Сегодня я, значит, выхожу. Сейчас я еду встречаться с девочкой, которая нарисовала мой портрет. Очень красивый, мне понравился. Она, оказывается, в Ростове. Вот она мне его передаст. Я его заберу. Потом я встречаюсь, там, прогулку, сертификаты с лошадьми гулять беру. Потом, потом, потом зубной у меня сегодня на почту. Ой, сегодня пришла посылка мне с такими шикарными платьями. Я вам обязательно покажу их. Как раз к 14 февраля, может быть, кому-то будет это полезно. И что еще, что еще, что еще? На другую почту надо сходить. В Фикс Прайс надо сходить для вас. Ну, и мне там уже что-то надо поднакупить. Потом, что еще у нас сегодня? А, в Меге, в магазин, вот этот Твеги, где я говорила, косметика, там вот эти вот, не косметика, а для волос по уходу, все. У них там салон внутри. И мне написал их директор и пригласил. Сказали, что у них сюрприз для меня. Я возьму вас с собой, и мне очень интересно. Я вся такая в ожидании, думаю, что, что, что там приготовили. Но это уже после зубного вечерком. Так что оставайтесь со мной. В общем, приехала я на место, пошла я за своей картиной. Я взяла рисунок, блин, холодно, я забыла его вам показать, положила его в машину. Сейчас хочу выпить чай, потому что я вышла из дома и вообще даже чайку не попила. У меня уже жвачку ем. Хотя это вредно, 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 вредно. Какое-то студенческое кафе. Видели? В общем, там, где солнышко. Сейчас зайду, может, чайку возьму. Я люблю такие кафушулечки. Ой, тут прикольно. Покажешь. Колесенька меня встречала. Так, сейчас что-нибудь возьму. Здрасте. А я кушать? Нет, кушать. Я не хочу чайок, что-нибудь такое есть. Есть. Чай чёрный, есть чай зелёный, есть кофе. Давайте чай чёрный. С собой здесь. Здесь. А давайте ещё сладюшку какую-нибудь мне. Вот для меня твари пироженки. Ага. Пироженки. Ой, может быть, мне взять эту. Запеканочку творожную. Точно. Давайте запеканку творожную. А, это самообслуживание. Ну, это же студенческая тема. Точно. Так, как открыть? О. А есть сметанка что-нибудь к этому? Да, да. Так. Красота. Чё, сразу перевернула поднос вообще. Это я могу вообще. Я когда-нибудь точно опозорюсь. в прелюдях. Давай, кисточка. Сметанки туда хочу. И чайка. Так, ладно, возьму поднос. Я не буду рисковать, как в прошлый раз, жонглировать подносами, как профи. Какое место выведет блогер, конечно же, окна, большого окна. Смотрите, я чайку взяла какой-то Гринфилд. Каким-то Spring Melody. Вообще, Гринфилд люб... Гринфилд... Гринфилд... Люблю чай. У меня рот просто замерз, поэтому я так не по-нерусски разговариваю. Мои волосы уже в чашке. Так, я взяла сертификат. Кстати, сбегала, оставила им всё это. Вы представляете, уже только собралась. Рот открыла, уже плюшку в рот. Мне звонят. Так, чаёк. Один сахарок. Это даже много. Мне бы пол сюда, но я не буду мешать. Я всегда так делаю, кстати. Кладу сахар в чай, и его не мешаю. Всегда, когда я в гости прихожу, тоже прошу не мешать, но дать мне ложку. Потому что я мешаю, знаете, тоже интуитивно. А то у меня все жизни интуитивные. Я мешаю вот так, примерно, знаете, так раз, два. И чувствую, что всё. Остальное пусть остаётся на дне. Смешно, да? Но это работает. Чай всегда получается вкусный. Сметану мне наложили, как сейчас. От души. От души. Так, надо поесть перед зубным. Что-то мне не тошнило, ничего плохо не было. Я закончила трапезничить. Чай вкусный. Запеканка неплохая. На втором этаже такое ощущение, что там ещё одно какое-то кафе. И оно другое. Там у них тоже витрина какая-то. И там диванчики. Ростов. Солнышко. Кстати, когда-то давно я вот в салон где-то там, вот подальше. Вот памятник, да? И вот там вот. Вон, может быть, розовый всё это. Или вот здесь даже. Вот где-то здесь, короче, был салон красоты. Или отвернулась вот туда, говорю. Был салон красоты. И я с Москвы лет 10 назад ездила сюда специально милироваться. Потому что только здесь девушка мне делала настолько частое мелкое милирование блонди, что никто так... И за такие деньги ещё. Я сюда приезжала раз в месяц, раз в два месяца всегда приезжала. И в Ростов. Потому что долго привыкала к Москве. Около года. И я ей ходила милировалась. И раньше так было у меня. Так, опасный момент. Солнышко. Сто лет здесь не было. К сожалению, девочка это не смогла прийти сама. Но она оставила рисунок. Вот оно. Кто не видел, я бы в Инстаграм его выкладывала. Ну и как, скажите? Давайте сейчас, подождите взгляд. Взгляд этот. Ну, мне кажется, что она поймала вот из всех, кто меня рисовал. Хотя есть там ещё хорошие рисунки очень у девочек. Но это такой более такие прям пойманные мои черты. Ну, лично я вижу. Вот этот взгляд, губы, нос, скулы, подбородок. Не знаю. Мне кажется, что очень похоже. И, в общем, на такой плотной бумаге нарисовано вообще очень круто. И я это поставлю, повешу дома. Спасибо, дорогая. Мне очень приятно. Вот. Видела Линны на рисунке. Такие классные. А ещё вот я взяла сертификат. Вот такой, смотрите. Он, значит, на фотосессию, на прогулку с лошадьми в Ростове здесь. На две персоны. Так что я возьму кого-нибудь из своих подруг. И как только будет хорошая погода, либо будет снег у нас какой-нибудь классный, обязательно сходим. Я хочу пофотографироваться и поснимать. Это будет, мне кажется, очень круто. Вот такая вот штука. Так, а сейчас я еду в Александровку к своему любимому зубному. Ну, у меня зубной в три. А сейчас ещё до зубного полтора часа. Заеду на почту. И, может быть, в фикс прайс. Хотя вряд ли я всё успею, но я постараюсь. Блин, я так обожаю в машине танцевать и петь. И я не знаю, почему. Вот дома я вообще не слушаю музыку. Только вот когда пою там перед этим, ну всё, у меня тишина или телевизор. Но в машине происходит какой-то мэджик. Просто я не могу. Я включаю громко. Я кайфую. Я прям по-настоящему кайфую. Но, к сожалению, здесь в Ютубе я не могу выкладывать всё это. Потому что тогда, ну, как бы, будут видео не разрешать. Да, вы знаете, да? Там либо монетизировать их нельзя будет, либо вообще звук выключат, как у меня выключили на песне, которую я спела там одну. Так что все такие видюшки, где я прям кайфую-кайфую, я выкладываю в Инстаграм. Так что кто ещё не подписан на Инстаграме, там больше, конечно. Там и фоточки с малым я выкладываю. Ну, конечно, без лица, но всё же. И вот так вот. Вот. И там я кайфую от музыки. Так что я прям вот делюсь с вами. Вот делюсь вот тем, как я кайфую там. Кто не видел, посмотрите. Сейчас мы в фикс-прайсе будем в Александровке, которая. Я зайду в парочку в двух районах. И посмотрю вообще, что здесь за косметика, и есть ли эти помады. Вот что в этом фикс-прайсе в Александровке, родная Александровка. Здесь вот эта крутая ступенька. Так что снимать и спускаться, это очень опасно. Так что я не буду смотреть вам в глаза. Я буду смотреть в свои подноги. Я точно когда-нибудь навернусь, мне кажется. Так, родной фикс-прайс. Девушка, а подскажите, косметика у вас, она разбросана или есть в одном месте где-нибудь? А что у вас есть? Ну там карандашки, помады, лаки. Всё, там нигде в зале нету, да? Чтоб я не искала. Так, смотрите. Смотрите, вижу блестки, помады такой уже не вижу. Но вижу много... А, вижу, вот, смотрите. Вот, слушайте, какие красивые цвета. Розовые ещё. Вот эта помада из фикс-прайса. Что тут за цвет? Вот такой ядерный красивый цвет. Но у меня подобные есть в палетке. В общем, зашла и вышла. Взяла только две гигиенические помадки. И девушка мне одна в комментариях писала, что они очень крутые. Она случайно их взяла, и они супер увлажнили. Взяла себе бананчик и яблочко. Но я покажу вам потом в видео косметика фикс-прайс. Я ещё поищу. Туши здесь нету. Здесь вообще немного в этом косметике. И, кстати, уже какая-то новая коллекция к ним пришла. Они ещё не распаковали. Нужно будет к ним заглянуть. Получила посылку! Но пока что я не скажу, что это вам. Я должна всё это протестировать. В общем, всё там должна организовать. И тогда я расскажу и покажу. И вообще, эту посылку я ждала долго. Надеюсь, что она соответствует всем описаниям своим. Так, подъехала я, в общем, к стоматологии к своей. И 45 минут целых до конца. Но я вроде в Александровке всё сделала. Вот сумасшедшая баба, да? Я даже туалет с собой возьму. Мне, кстати, нравится здесь туалет. У них очень светлый, чистенький всегда. Туалетная бумага есть. Всё. Веточки нарисованы какие-то. И вот самое, что интересное, я всегда, когда иду к зубному, и уже чем ближе, тем всё. У меня мандраж, мне хочется пить, мне хочется в туалет. Мне сразу всё хочется, мне хочется есть. На самом деле, самое страшное, это вот анестезия для меня. Потому что анестезия, она немножко влияет на мой организм. Очень странно. Я начинаю немного паниковать, у меня всё сушит во рту. Я хочу пить. Может немного подташнивать, потряхивать. И вот этот период там. Могу расплакаться. Даже это часто, я всё время плачу. Сразу своего врача предупреждаю, но уже знаю, что я начну плакать. Ну, мне просто себя жалко. Ладно. Всё, у меня уже время. Уже время. Надо к ней идти. Что-то здесь народу так много. Наверное, после праздников у всех зубы попортились. От сладкого, от еды и всякой времени. Вообще, по идее, должны деньги закончиться. И должна быть тишина. А тут реально столько народу никогда не видела. Ну, хорошо, я по записи к своему врачу. Кто боится зубных? Не, у меня на самом деле из всех вообще, что были, наверное, самая лучшая врач. Потому что она чувствует меня. И такая вот прям вообще молодец. Ну, вот с ней как-то и не страшно. И она прям под клиента. То есть и пожалеет, и пожалеет. Она вообще не злится даже. Очень терпеливая и очень такая классная. То есть если мне там нужно, голову как-то держать. Она максимально-максимально старается в неудобной для себя, может быть, позе, но чтобы было комфортно мне. А многие другие, куда я ходила, начинают то ругать, там, ой, взрослые уже, там зубы боятся. Как рожать будешь? Как рожать будешь? Рожать не так больно было мне. Да нет, зубы на самом деле не больно. Реально. И анестезия — это самое неболючее, терпимое. Просто страшно. Страшно. Это же всё-таки рот. Видимо, это рядом дыхательная какая-то система. И вот психология, почему-то все боятся зубных. Как-то оно не так больно, не такая прям какая-то разрывающаяся боль. Реально, если рожать без эпидуралки, то это реально намного больнее. Но почему-то страх у всех перед зубными. Что-то психологическое. Я думаю именно потому, что дыхательная вот процесс. Я лично боюсь, да, чтобы там залетело что-то в рот, мне тошнит, там это... Ну и, соответственно, боль, если она есть зубная, да, и что-то вот где-то, то она острая. И вот так вот. Нерв, например, какой-нибудь там. О-па-па, о-па-па, вот так сразу дергаешься. Не знаю, короче, прикол с этими зубами. Но я нашла себе самую лучшую. И пусть она будет всегда здоровая, всегда в расцвете сил, всегда улыбается и делает людей красивыми и здоровыми, и счастливыми. Так, клинику нашу перед минували. Теперь она вот как-то так называется. Была раньше водниковская, а теперь стоматологическая поликлиника в ГУЗе Южный Окружной Медицинский Центре ФМБА. Зачем так все усложняет? Так, ничего не чувствую. Подкрасим губки. Вот моя помада с фикс-прайса. Здесь нет цвета, ничего, просто номера нету. Или есть. 0-9. 0-9. Это та помада, которая вам очень нравится. До свидания. Ура! Ура! Зубы сделала! Ой, ну у меня и были, в принципе, нормальные зубки. У меня после родов, это вот я к стоматологу второй раз попала, а первый раз сделали мне зуб, поставили лекарство. Там было немножко, вот просто скол. Я думала, я так говорю, смешно, да? Криво, рот криво. Что у меня было с зубами? У меня был скол. Я думала, что они просто раскрошились. Думаю, ну просто запломбировать. А оказывается, что там кари есть, и надо было даже нерв удалять. И вот удалили мне нервы, когда я пришла второй раз, бахилы забыла снять. А когда я пришла второй раз, у меня простуда на губах выскочила, потом опять что-нибудь, потом то простыло, то еще. И, в общем, только дошла после Нового года запломбировать зубчик. Но в этот раз было все хорошо. Мне поставили такую штуку резиновую, чтобы в рот ничего не попадало. Короче, я отдохнула. И я знаю, что вы, наверное, будете спрашивать, какой у меня врач. И я могу вам сказать по секрету. У меня врач Костяева Виктория Игоревна. Она молодая, моего возраста где-то примерно. Может, даже моложе. Что-то я как-то и не знаю точно. Да вообще молодые специалисты вообще крутые, честно говоря. Я вот удивляюсь, сколько вот уже, да, что восхищает меня, что я такая, да, допустим, там раздяйка, раздяйка. Блин, куда мне выкинуть бахилы эти? В общем, Виктория Игоревна вообще для меня самый лучший врач. Мы ходим все к ней. Вся моя семья, брат, тетя, все. Подруга моя вот собирается. Короче, все спрашивают меня, потому что я ее расхвалила. Ну, реально, очень хорошего врача найти такая редкость. И вот чтобы он реально не был злым, чтобы он был с хорошим настроением, чтобы у человека все было хорошо. Так приятно я ведь с таким делаю. Я даже, бывает, паникую там. Ой, мне там плохо. Она такая, ой, что ты, да, ладно тебе. Она как-то так реагирует на все это, что я такая, ну, мне смешно. Я как-то забываю даже иногда в какие-то моменты, что действительно, что это я накручиваю себя. Ну, в общем, очень терпимо и хорошо. И она мне сказала, кстати, сегодня, что я по сравнению с тем, когда раньше, когда только к ней пришла и сейчас, ну, разница колоссальная, что я сижу спокойнее, более терпимее. А это почему? Потому что к человеку возникает доверие, что все будет хорошо. Понятно, что привычки остались там, бояться и все такое. Но в целом, ну, как бы, я же понимаю, что все будет хорошо, она сделает все в лучшем виде. Так, еду, 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 еду. Сюрприз же мне приготовили в Твиге. Беру вас с собой, посмотрим, что там приготовили. Так интересно. Сюрприз. А я с кривым ртом. В общем, поставила машину. Блин, губы кривые. Ну, прямо это, половину вообще вот здесь вот не чувствую. Здесь нос еще более-менее чувствую, а губы... Как я буду улыбаться? Криво-то. Ладно, надеюсь, они не заметят. А если не заметят, я им сама скажу. А вдруг они заметят и промолчат, и будут думать про меня. Что-нибудь. В общем, магазин Твиги называется, по-моему. Я все не могу никак запомнить название. Мне написали и сказали, здравствуйте, там вот с магазина Твиги вас беспокоит. Приходите к нам. Мы для вас подготовили сюрприз. Я говорю, ничего себе. Как-то неожиданно и интересно. Вот я иду. Я не знаю, что меня ждет. Возьму вас с собой. Это как-то странно смотрится, наверное, да? Ну, идемте. Так, типа я не снимаю. Здрасте. Здрасте. А мне вот... Да, я вам писала. Привет, Станин. Смотрите, у нас к вам такое предложение, просьба. Нам очень важно ваше мнение. На самом деле, чтобы вы... Как называется? Это Estelle La. Estelle выпускает духи? Да, это Estelle La. Estelle La, это аромат, который ассоциируется с влюбленностью. Это идет аромат, который ассоциируется со страстью. И также в этой линейке представлен у нас аромат... Э, у нас аромат ассоциируется с вечностью. О, вот это вот, наверное, мне подойдет. Интересно, как он пахнет. Вечность. Бесконечность. Скажите, пожалуйста, какие вам понравились больше всего? А у вас такая прядка розовенькая, это что? Это... Чем покрасили? Да, Estelle. А вы знаете, что скажите? Мне спрашивают... Я тут так снимала, открою. Тайны этот. Нам сказали, вот много подписчиков, мне пишут, что плохо смывается потом. Вот как-то красили, как она вообще смывается? Вот из личного опыта я покрасила только вчера. Как она будет смываться, не могу сказать. Но были отзывы, что она держится в районе двух недель. Двух недель. И прям полностью смывается или остается все-таки пигмент какой-то? Остается легкий, все наконстанируется. Но хорошо можно смыть потом шампунем глубокой очистки. Ух ты! Он полностью очищает излишки стайлинга. И также вот пристально какие-то пряди делает яркие. Им также потом очень хорошо все это можно вымыть. Желачкой пахнет. Да, очень аромат. Как называется имя? Салерум? Салерум. Салерум косметик. Что-то я слышала такое. Вечность. Спасибо большое. Все, будем заходить к вам. У вас реально вообще выбор классный. Блин! Твиги. Твиги. Вообще это сеть, по-моему, магазинов. А и в Москве есть они. Классные. У них, конечно, вообще ассортимент большой. И все такое на уровне. То есть, я думаю, что туда если пойти, там можно найти конкретный уход. Там много всего. Кто вот не жалеет денег для своих волос? Или реально нужно восстановиться? И что, знаете, еще что хорошо? Что там есть мастера. Потому что в прошлый раз, когда я ходила и говорила, что мне нужен серый цвет волос, мне продавец сказал, говорит, хотите мы вам из любой краски, которая, да, допустим, вам нравится, вам мастер просто подберет именно все пропорции, какие вам нужны краски, сколько вам нужно. Ну, то есть, красить, допустим, дорого кому-то, да, а дома накрасить. И они подберут, все идеально сделают. И можно прийти домой и самим покраситься. Это круто вообще. Ну, что с мастером можно проконсультироваться прямо в магазине. Это они хорошо придумали, молодцы. Ну, а то, что у Estelle открылась линия вообще... Знаете, мне на самом деле очень нравятся ароматы какие-то, которые тоже вот с названием каких-то нереальных, да, вот в вечность. Ну, они реально все приятные ароматы. Вот этот страстный, он, конечно, очень страстный. Но так смотрят люди, а... Ну, очень яркий такой для меня. У меня много ярких ароматов. А свежие я люблю, знаете, каждый день что-нибудь вот замечательно. И... Ну, то есть, мне нравится, что у меня есть аромат именно с таким названием. Мне кажется, что он может и настроение как-то у меня вселенский поднимать, да. И это... Еще что хотела сказать. А, еще мне нравится парфюм очень. Ну, он сладкий такой, пудровый. Я его сначала выбрала, а потом, когда начала нюхать, он слишком сладкий. Ну, он там что-то называется как-то... Какая-то куртизанка там, я не помню. Селективы, в общем. Какая-то... Сейчас, сейчас... Дворцовая куртизанка. Вот такое название какое-то. Но мне название нравится, если честно. Вот это вот. И... Ну, не знаю. Именно потому, что нравится, что в куртизанке... Я вообще смотрела фильм «Куртизанка». «Куртизанка», по-моему, называется. Там в Венеции все снималось. Вообще офигенский фильм. И мне нравится, что женщины, вот эти гейши, куртизанки, они ведь очень вообще умные, мудрые женщины, красивые. То есть они умеют себя подавать и умеют, в общем... В общем, все, они умеют, они крутые. И я восхищаюсь такими женщинами, поэтому название мне нравится такое. Вечность, куртизанка. Ой, услышал бы мой любимый меня и сказал бы... А у меня кривой рот. Я надеюсь, они не заметили, кстати, я совсем забыла. Они меня так ошарашили этими запахами, что я забыла про то, что у меня кривой рот сегодня. Шот мне подсказывает, что блог опять получится длинным. Столько хочется с вами рассказать. Я бы, наверное, часами с вами болтала. Кстати, пока вспомнила, я думаю сделать прямую трансляцию с Ютуба. Надо выбрать как-то день. Ну или случайно протестировать. Так что быть и готовы. Я скоро могу онлайн транслироваться. Ну так поболтать, вопросы позадавать. Я могла бы, может быть, долго. Так, сейчас я хочу купить термос. Нормально, потому что тот, который я купила в Ашане, такое полное Г. Надо нормально купить, потому что мы с маленьким скоро поедем к папе. Взяла малому вот такую вот бутылочку. Давно о ней думала, смотрела уже, только в стекле. Это не в стекле, а я в стекле купила. Наливаешь туда на 150 миллилитров. И вот с собой можно в дорогу гулять. А на 1609 рублей, но я взяла сейчас один термос. Так, а термос какой я взяла такой? Здесь, а, вот есть, сейчас покажу. Вот такой на 450 миллилитров. Вот. И вторая покупка, в общем, здесь 50%. Поэтому мне получился 300 рублей вот тот. В общем, классные цвета такие. Надеюсь, нам пригодится. И будет работать все как следует. Здесь же сразу получила карту. И вообще еще я взяла свои любимые родфронт, конфетки. А пробила их, блин, как суп какой-то овощной. Естественно, я не пошла обратно пробивать, стоять эту очередь. Ну, думаю же, мало конфеток этих осталось. А я их так люблю. Может, еще в каком магазине будет. Кстати, взяла бы Шаня картошку, она такая отвратительная. Все черное внутри. Надо еще картошку взять. Что-то так смешно у меня. Птички. Ну, эти прикольные, мягкие, кстати. Ну, не те силиконовые, которые я смотрела. Там такая прям кругленькая, силиконовая. Но эти тоже мягенькие. А он стресс. На подарок мужику. Холостому хорошо. Да и девочке классно. Не, вы это видели? Что это? Это ручка. А я взяла своей подружке ручку. Вот такую. У нее с днерождения было недавно. Такая достает. И раз, и писает сразу. Мне кажется, это для настоящих леди. Так, что я еще взяла? Что еще взяла? Я, наверное, отдельно сниму. Чай, да. Я думаю, ей понравится. Тем более, она настоящая леди. И розовый цвет любит, как и я. Я, наверное, сниму отдельное видео с подарками. Потому что здесь прикольных, на самом деле, много подарок. Не только сиськи, которые меня очень привлекли. Ну и куча всего. И вот это тоже ручка. Ми-ми-ми. А еще, знаете, что ручка? Еще и пахнет. Мужчины. 14 февраля. Вот такую ручку подарили. Это, как я смотрела недавно. Comedy Woman или... А, стендап. И там девушки говорят, что мы, девчонки, настолько уже запросов у нас мало, что, мужчины, подарите нам просто грязь. Мы сами уже придумаем. Вложим в нее смысл. Или вкладем. Не знаю, как там, правильно? Это вечно поправляют. Ух ты, это что, магнит? Или что это? Магнит-липучка. Офигеть. Я думала, он твердый, а он мягкий. Темка. Какая тема? Это магазин подарков. Которая находится под эскалатором Ашана. Я уже говорила вам неоднократно. Сюда невозможно не зайти и пропасть на пару часов. Вот это я набрала. В общем, всего-всего. И снова здравствуйте. Фикс прайс. Я, кстати, вот в этом вот бальзаме разочаровалась. И теперь вообще не хочу брать косметику в фикс прайсе для волос. Мне кажется, всё, оно одинаковое. Оно вообще никакое. Вообще никак. Как будто я ничего не нанесла. Я в первый раз вообще такое даже вижу. Чтоб было так. Блин, мыло. Шикарные появились новые. Мне это нравится. Я ещё люблю такие штуки. Когда я покупала, мылки не было таких. Ой, ещё, смотрите, арбузик. Блин, это прелесть. Свинюха. Цаточек. Меня понесло, да? А вот моя, которую я брала. Гамбургер. Гамбургер. В общем, тут помад нету тоже. Вот моей помады тут нет. Они, видимо, закончились. Вы, кстати, видели? Хотела показать давно вот эту тему. Часики. Магнитики. И они продаются вот в таких банках консервных. Прикольные, да? А вот эти вот внутри тоже вот такие вот красивые. И вот эта мне ещё тема нравится. Но я себе заказала. На Алиэкспресс. Вот такие штуки. Классные. Будут они радовать фон. Вам глаза будут радоваться. О, кстати, гляньте. Флебцы есть ещё. Любительские. Возьму, попробую. Хотела взять ещё этот. Открывашку нормальную. Но что-то здесь не нашла. Может, кто видел, скажите. Такую нормальную. Ничем я в прошлый раз открывала банки консервные. Ой, ну всё, моя хорошая. Приехала домой. Ещё забежала там в один магазин детский. Хотела взять маечки. В общем, самое удобное сейчас вообще носочки, памперсы и маечка. Дома у нас жарко. Замечательно. Представляете, ей нигде нет. Ни в Ашане нету маечек. Каких простых, да? Чтобы ткань была хорошенькая, такая мягкая и не жаркая. Ни в магазине в Лео, в котором я обычно беру, тоже нету этих маечек. Блин, надо что на сайте, в интернете, наверное, где-то заказывать. Вот. В общем, набрала я кучу всего. Отдельным видео, наверное, в следующем я сниму вам покупки или через одно. Всё, что я купила, расскажу, покажу. И там же расскажу, какой стоматолог мне посоветовала пасту. Одна, которую просто везде можно купить в магазинах, а другая, которая только в профессиональных магазинах. Будем искать с вами. Вот. Что ещё? Мама приготовила соус. Я скорее хочу кушать. Голодная же. И что ещё хотела сказать? Блин. Всё ли я сказала вам? Всё ли я сказала вам? Ладно. Ну, хорошо. Ладно. Давайте увидимся в следующем видео. Видео и так длинное получится. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok